Приветствую вас. Вопрос, который вы задаёте, идеально раскрыл мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, как мне кажется. Его ответ, на мой взгляд, является исчерпывающим. Но, тем не менее, я постараюсь вам ответить, ответить на него. Кто знает, может быть, и из моего ответа вы найдёте для себя что-то полезное. Смотрите, какая получается история. Вы пишите, встречаемся с мужчиной недавно, он периодически может работать на вечер без объяснений. А, значит, недавно это сколько? Конкретно. Если вы говорите, что недавно, да, то сколько? Сколько недавно? Ну, полгода, несколько месяцев, может быть. Может быть, ещё сколько. Вот. На мой взгляд, нужно выяснить. Нужно выяснить. Ибо... Это важный момент. Дальше. Вы пишите, что мужчина пропадает на вечер без объяснений. У меня вопрос. А почему Донин объясняет? Ну, вот вы сами... Как считаете? Считает. Понятно, что вы считаете, что он, наверное, должен объяснять. Объяснять. Скорее всего. Но, почему вы считаете, что он? Почему вы так считаете? Человек пропадает на человека свои какие-то дела? Да. Вот. Почему вы считаете, что их не должно быть этих дел. Далее. Вы пишите. Мне не нравится. Мне это очень не нравится. Мне это очень не нравится. Чем? Какие чувства это вызывает у вас? То есть, вот опять же, давайте поисследуем этот момент. Какие чувства это вызывает у вас? Почему вам это не нравится? Почему вы говорите, мне это не нравится. То есть, если вам это не нравится, значит, он доставляет какой-то дискомфорт. Если какой-то дискомфорт доставляет, значит, давайте его поисследуем. Что это за дискомфорт? Такой. Так? Вот. Это важно. Очень. Очень важно. Дальше. Ага. Значит. Так. Как мне реагировать на это? Адекватно? Абсолютно адекватно. То есть, он делает то, что хочет. Вы делаете то, что хотите. Ну, нормально. Вот. Вы можете ему сказать, что мне неприятно, что ты как-бы пропадаешь на вечер без объяснения. Да? Мне неприятно, что ты ничего не говоришь, да? И просто пропадаешь. Вот. То есть, ну, вы говорите про себя. Вы говорите про себя. Вы говорите про себя. Вы не говорите про него. Вы свою мысль выразите просто. Опять же, как сказал мой коллега. Кудрячев Игорь Леонидович. Это наиболее адекватная позиция. Кудрячев Игорь Леонидович. Я. 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 определить что вы хотите и донести ему что вы хотите значит опять же вы пишите начать высказывать вдруг она примет как контроль понимаете какая история очень многое зависит от того как именно вы высказывать как и что вы высказывать то есть если вы высказываете это как претензию да именно претензию то да он может воспринять это как контроль здесь я пожалуй с вами целиком и полностью согласен если вы выскажите об этом как о своих чувствах каких то то это уже не контроль это просто выражение своих эмоций и если мужчине ваши эмоции важны то есть если они ему не безразличны ваши эмоции ваши чувства то он то он он обязательно как то на это проектирует то есть он обязательно а ну что то скажет обязательно что то сделает он обязательно а а а а как то себя проявят короче говоря вот и и все и это будет означать что что ему не все равно это будет означать что ему на вас не плевать и это будет означать что вы для него объективный ну не чужой человек если если он в ответ на эту абсолютно безобидную реакцию с поведением начнет агрессировать к примеру это означает что вы ему не так дорого это означает что вы ему не так дорого что вы для него не так важны и это в свою очередь значит что человек вас не ценит и этот повод задуматься о том а почему он вас не ценит а как вы себя поставили к примеру так да что он вас вот не ценит не ценит то есть вот такая вот история и здесь нужно все тонкости учитывать дальше а так вы пишите боюсь его спугнуть Опять же, мой коллега достаточно чётко определил ваше переживание это как страх, страх одиночества, да, давайте сейчас посмотрим, но я тоже считаю, что вы боитесь одиночества, да, он сказал, что у вас страх одиночества, а почему боитесь-то? Расставаться не хочется. Опять же, почему? Что значит не хочется расставаться с вами, вот, если вы не подходите друг другу, да, то есть вы хотите, чтобы мужчина был постоянно с вами, а он не хочет как бы, то опять же, вы его либо принимаете таким, как он нет, либо вы работаете с собой, с своими чувствами, с своими переживаниями и так далее, вот. Но, потому что, ну, опять же, как правильно сказал мой коллега, личное пространство, оно, как бы, ну, должно быть у всех, у всех. Это нормально. Это нормально, что взрослый человек имеет какие-то свои дела, это норма. Но не для вас. Очевидно. Вы спрашиваете, как быть, как быть что-то, что? Гармонизировать отношения с мужчиной, это одно, а разобраться в себе, это совсем другой аспект. Так что, опять же, определитесь, пожалуйста, чего вы хотите от психолога. И в этом направлении вам можно и нужно поработать с психологом. Вот. Такая вот примерно история. И вот, понимаете, как бы, мужчины к вам, может быть, не привыкли. Здесь зависит от возраста, да. То есть, нужно ваш возраст, от возраста мужчины, как вы отношения выстраиваете, да. То есть, какой у вас тип отношений, что вас объединяет вот эти все моменты. И их нужно проанализировать, чтобы полную картину получить от того, что вы описываете. А тут очень мало информации о вас. И рекомендации, поэтому, самые общие. Вот. Необходимо определить природу вашей заинтересованностью в мужчине. То есть, какая она. Пока я вижу, что это заинтересованность, скорее, не в нем, не в нем, а в себе. У вас. И это негативно будет влиять на то, что вы сами делаете. Это негативно будет влиять на ваш психологический портрет. Ну, для него. Так что, определитесь, пожалуйста, с этим тут. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку подорота ночи. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.